Всем еще раз привет. Меня зовут Иван, и сегодня я вам расскажу немножко про Ignite SQL. Я расскажу, как понять, что вам он подходит, и начать его использовать. Немножко предыстории о том, как были собраны материалы для данного доклада. В целом мы довольно давно занимаемся поддержкой Ignite SQL в продакшенах разных компаний и более-менее сформировали представление о том, для чего же действительно Ignite SQL работает хорошо, для чего не очень, и получилось какое-то представление о том, как все-таки на него мигрировать, как начать его использовать. И о чем стоит в первую очередь подумать для того, чтобы все это происходило эффективно. Слайды будут на английском. Я надеюсь, что это не вызовет особого дискомфорта. Итак, давайте начинать. Пару слов обо мне. Я работаю в компании GridGain Systems, где я занимаюсь тем, что веду команду в зоне ответственности, в которой лежит консистентность данных в кластере. Также я коммичу в Apache Ignite периодически. В основном что-то связанное с транзакциями, с протичным обэксченджем. И в прошлом часто коммитил что-то связанное с персистентсом. О чем у нас сегодня с вами пойдет речь. Доклад будет состоять из пяти небольших частей. Для начала мы все-таки сформируем представление, для чего же Ignite SQL хорошо подходит, а для чего нет. Рассмотрим преимущества и недостатки. Затем из, опять же, нашего опыта поддержки я расскажу о паре типичных успешных примерах использования, о юзкейсах, когда SQL действительно хорошо подходит. Это подтверждено опытом коллег, которые нами пользуются. И я думаю, что если ваш юзкейс похож на описанный, то вы тоже можете задуматься о том, чтобы пробовать Ignite SQL. Далее будет пошаговое руководство, состоящее из четырех шагов, как, собственно, взять и начать использовать Ignite SQL. То есть будет пошаговый гайд, благодаря которому вы сможете эмигрировать на Ignite SQL Production. После того, как вы эмигрируете, вероятно, вы задумаетесь о производительности вашей системы. Поэтому четвертая часть будет посвящена дополнительным настройкам, о которых обязательно нужно подумать, если вы хотите, чтобы ваши запросы работали эффективно. И в конце будет небольшая секция про продолжение жизни в продакшене с Ignite SQL. Поговорим про особенности изменения схемы ваших данных, которые вам необходимо понимать для того, чтобы с этим жить. Давайте начнем. Сконцентрируемся на том, для чего Ignite SQL подходит хорошо. Пару слов вкратце про Ignite SQL. Мы все понимаем, что такое Ignite. И Ignite может также использоваться как распределенная SQL база данных. Она обладает всеми преимуществами SQL баз данных, основными, такими, как она горизонтально масштабируемая и она устойчива к падениям отдельных узлов. Пару слов вкратце про архитектуру. Как же Ignite SQL все-таки работает? Он очень тесно связан с базой данных H2. По сути, под капотом Ignite узла находится локальная H2 база, в которой мы делегируем парсинг запросов, оптимизацию запросов и локальное исполнение запросов. Распределенная же логика исполнения SQL написана в самом Ignite и она написана на основе механизма MapReduce. То есть это возможность писать распределенные таски и агрегировать их результаты. И, что характерно, сами данные, они лежат в самом Ignite, то есть они по-честному хранятся в кэшах в Ignite Durable Memory, что дает нам гибкость, что позволяет нам хранить данные как в памяти, так и частично в памяти и основной датасет на диске, что нам позволяет совместить приятные преимущества скорости от хранения в памяти и полноценную durability диска из-за использования в write-ах от лога и прочих плюшек. Для чего же Ignite SQL хорош? Во-первых, если ваш набор данных довольно большой и он не может эффективно влезть в одну машину, вы вполне можете задуматься об использовании Ignite SQL. Также он fault-tolerant, то есть если одна нода выйдет, то за счет стандартных механизмов Ignite, если у вас настроена репликация, стоит backup-фактор больше нуля, то ваши данные не потеряются и SQL, кластер останется жить и SQL будет работать. При использовании Ignite SQL довольно просто распределять данные между вашими узлами. Как мы знаем, в Ignite для этого используется affinity-функция, которая по умолчанию на основе хэшей распределяет данные по узлам. Данные по партициям и партиции по узлам. Это значит, что вам не нужно будет думать в общем случае о том, как вам нужно зашаргировать данные вручную. Ignite это сделает за вас. И за счет параллелизма, за счет использования ресурсов нескольких узлов сразу, Ignite SQL может показывать лучшие результаты выполнения запросов, чем одна машина, чем один сервер базы данных. За счет того, как раз, что все узлы будут работать над вашим запросом одновременно. Но здесь есть поправочка. Это будет верно, когда запрос хорошо ложится на один цикл работы MapReduce. Если же ваш запрос, в рамках вашего запроса нужно считать, как-то сопоставлять ряды данных, которые лежат на разных узлах, здесь запрос уже перестает укладываться в один цикл MapReduce, и он потребует дополнительных шагов. Поэтому в этом случае перформанс может стать хуже. Для чего же Ignite SQL точно не очень хорош? Во-первых, для какого-то консистентного процессинга данных, то есть, например, делегировать Ignite SQL и только Ignite SQL, основную логику, связанную с транзакциями, не получится, потому что Ignite SQL сам по себе не является транзакционным. Вы не получите честных транзакционных гарантий, если вы будете обновлять данные с помощью SQL. Но это не является блокером для использования. Чуть позже я как раз расскажу пару успешных кейзов. Ignite SQL не очень хорош для так называемого Adhoc SQL. Что я под этим понимаю? Когда у вас есть хранилище данных, и периодически вы можете придумывать разные сложные запросы для того, чтобы решить какую-то конкретную задачу, получить какую-то статистику, которая вам понадобилась именно сейчас, а раньше о необходимости сбора такой статистики вы даже не думали. Какой-то кастомный запрос, если Ignite кластер к нему не подготовлен, может работать очень неэффективно и даже вызвать out-of-memory. О том, как же готовить базу к запросам, тоже чуть позже я расскажу. Не стоит сильно уповать на оптимизацию запросов в Ignite SQL. Ignite сам по себе полагается на H2, где, безусловно, есть движок оптимизации запросов. Но движок оптимизации запросов H2, он не в курсе распределенной специфики исполнения запросов в Ignite SQL. Поэтому стоит понимать, что оптимизатор не скомпонует запрос оптимальным образом, для того, чтобы он был обработан несколькими узлами. И также бездумное использование блокирующих операторов. Под ними я понимаю такие операторы, как GroupBy или OrderBy. Тоже может быть не лучшим решением, поскольку промежуточные результаты запросов Ignite накапливают в памяти. Если вы делаете GroupBy поверх какой-то большой таблицы, то это может вызвать out-of-memory, если для этого GroupBy потребуется собрать все результаты для проведения группировки на одном узле. Также селект сам по себе на большой таблице без какого-то условия тоже может вызвать out-of-memory, но с этим тоже можно бороться. Но вот эти все вещи, об которые можно споткнуться сразу, поэтому я их все скомпоновал на один слайд, чтобы вы при продумывании вашего кейса сопоставили их с тем, что у вас на самом деле происходит. Давайте перейдем ко второй части об известных, успешных примерах использования Ignite SQL. Эти все примеры выведены после общения с нашими ребятами, которые занимаются поддержкой решений на основе Ignite SQL. И сформировалось пару паттернов, как это действительно может работать. Первый паттерн – это отделить какие-то сторонние активности от вашего основного SQL процессинга. Здесь я бы скомпоновал этот кейс под один пример. Представьте, что у вас есть Mission Critical Processing, который работает на какой-то более классической базе, например, на Oracle или Postgre, или, может быть, на какой-то CRM. И вы делаете там какую-то логику, то есть делаете транзакции, может быть, переводите деньги в что-то сложное, требующее консистентности. Помимо этого, у вас есть какие-то сторонние активности, которые могут быть важны для бизнеса, но которые, если что-то с ними пойдет не так, то это не будет настолько же критично, насколько потери данных в прессных транзакциях. И вам их нужно исполнять не всегда. Хороший пример – это какой-то end-of-day или end-of-month-клиринг или какое-то обслуживание приложений. То есть, пример, у вас есть какой-то поток финансовых транзакций, и в конце дня вы должны посчитать статистику, понять, сколько там суммарно денег было переведено, сколько там новых пользователей пришло, в общем, собрать какую-то агрегированную информацию. Или, допустим, какое-то обслуживание приложений. То есть у вас, опять же, есть там основной процессинг, и периодически для выгрузки дайджестов в мобильные приложения вы хотите собрать агрегированную информацию о том, что же произошло за день. Возможно, нагружать этими сторонними активностями ваше основное хранилище было бы не лучшим решением, потому что оно могло бы в момент, соответственно, выполнения этой активности сильно поэффектить performance ваших mission-critical операций. Или это также может быть дорогим. То есть, во-первых, вам, возможно, потребуется купить больше инстансов Oracle или есть CRM, где биллинг привязан к количеству запросов. То есть просто исполнить лишний запрос к CRM может вам стоить дополнительных денег, и вы хотите от этого избежать. Решением в данном случае является поднятие одновременно и вашего основного хранилища и кластера Ignite, где вы будете использовать SQL, и настройка change data capture между основным хранилищем и Ignite. То есть, по сути, все изменения, которые в вашем mission-critical хранилище происходят, они с каким-то лагом доходят до Ignite и SQL, а там уже считается ваше side-activity, то есть считается ваш clearing или считается там ваша собранная статистика для мобильных приложений. В данном случае, если лаг не важен, то это может быть отличным решением, поскольку если вы настроите Ignite таким образом, что SQL-запросы нужные для вашей статистики будут на нем работать эффективно, то мало того, что вы не нагрузите ваше основное хранилище и не помешаете mission-critical процессам, так еще и сбор статистики может осуществляться существенно быстрее. Второй use case, который не предполагает использование дополнительных CRM-ок или баз данных, это совместное использование Ignite-JCache, то есть здесь я имею в виду классический JCache API для работы с Ignite и SQL. В отличие от SQL, Ignite-JCache позволяет делать честные ACID распределенные транзакции на основе двухфазного коммита. Здесь мы можем получить все гарантии, то есть защиту, опять же, от выхода узла и защиту от каких-то конкурентных неконсистентных изменений. Это все в JCache есть. Ваш mission-critical processing вы можете построить на основе JCache, но здесь есть автоматические неудобства. То, что, например, JCache сам по себе не поддерживает работу с индексами, то есть изменять данные вы, может, и сможете, но сделать какой-то запрос, который потребует джойна или лукапа по индексу, вы уже не сможете. Просто в JCache нет для этого API. Хорошим решением в данном случае может являться построить один кластер на основе Ignite, делать консистентные апдейты с помощью транзакций, а через SQL делать как раз ваши сложные запросы, которые потребуют индексинга, джойна, чего угодно, но для которых уже не важны транзакционные гарантии. В этом смысле есть полная интероперабилити между JCache и SQL, то есть данные, загруженные через JCache, будут видны через SQL и наоборот. О том, как это настроить, тоже я чуть позже расскажу. Теперь давайте же перейдем к руководству, как нам в четыре шага взять и начать использовать Ignite SQL. Шаг первый. Для начала вам придется загрузить ваши данные в кластер, где есть Ignite SQL. Здесь есть два пути. JCache first и SQL first. Соответственно, как можно догадаться по названию, в первом случае мы через JCache API, через DataStreamer, через PutAll, как угодно, загрузим данные, и они будут видны в SQL. Что для этого нужно сделать? Ignite поддерживает аннотации для того, чтобы ваш класс был корректно смаплен в таблицу, в схему SQL данных. Есть аннотации Query SQL Field, которые сделают так, что ваше соответствующее поле будет видно в таблице. Вы можете навесить аргумент Index True, тогда автоматически это поле станет прииндексированным. Также вы можете на основе аннотаций строить сложные индексы. То есть, например, вы можете использовать такую семантику, как Ordered Groups, указать, соответственно, группу, указать номер поля в этой группе. При необходимости можно указать descending, в какую сторону будет построен ваш индекс. И в итоге все это закончится тем, что ваша таблица будет сложный индекс по полям AGC. Сразу скажу, что просто развесить аннотации будет недостаточно. То есть вы все равно в настройке вашего каша должны настроить либо Query Entity, либо сказать setIndexedTypes, где в качестве аргументов передадите типы, включая значения. А аннотациями в данном случае мы заменяем просто... Это просто более удобный вариант настройки Query Entity. То есть вместо того, чтобы компоновать сложный объект Query Entity, задавать все поля, все индексы и так далее, вы можете просто разметить ваши классы аннотациями, настроить setIndexedTypes на каше, указав туда там person key, person value типы. И просто при загрузке этих классов в кэш будет видна таблица, где схема которой будет соответствовать вашим аннотациям. Что довольно удобно. Обратный способ – это SQL First. Ignite SQL сам по себе поддерживает создание таблицы с помощью DDL. То есть мы можем написать SQL Statement Create Table, указать название таблицы, указать типы полей и так далее. И также мы можем задать темплейт, который позволит работать с этой таблицей с помощью jcash. Вообще говоря, вы можете не пользоваться jcash, то есть просто сказать Create Table и только через SQL аксессовать ваши данные. Но если вам нужен Interoperability, то вы можете использовать темплейт, вы пишете with, вы пишете имя ключа, имя value, что задает нейминг для binary объекта, под которым ваши данные будут храниться в SQL таблице. Соответственно, когда вы будете аксессовать с помощью этих классов ваш jcash, который будет соответствовать вот этой таблице, binary маршалер поймет, что этот тип подходит к хранящемуся binary объекту и сконвертирует ваши хранящиеся в таблице данные в джобовый класс. То есть здесь есть два пути. Есть возможность положить данные одним способом, забрать другим и наоборот. Это первый шаг. Второй шаг, чтобы начать использовать Ignite SQL, это заранее подумать о запросах, которые должны работать эффективно. И на самом деле я бы назвал это главной мыслью всей сегодняшней презентации. Как я уже упоминал, что для Adhoc SQL Ignite может быть не очень хорош, но если вы заранее ваши запросы продумаете, то вы сможете настроить размещение ваших данных, настроить вашу схему так, что эти запросы работали бы хорошо. Давайте рассмотрим более-менее приближенный к использованию пример. Предположим, нам нужен такой кейс. Мы работаем над финансовой системой, у нас есть заявки, торговые заявки для исполнения, у нас есть счета пользователей, есть какая-то информация о балансе, о информации пользователя, и есть тарифы. На основе тарифов считаются комиссии. И предположим, для бизнес-целей, для того, чтобы вынести этим клиентам какое-то выгодное предложение, перевести их на индивидуальный премиум тарифный план, мы хотим собрать всех трейдеров, которые наторговали достаточно много, но используют базовые тарифы в конце каждого дня для того, чтобы как раз это предложение им сделать. Схема данных будет выглядеть примерно так, то есть есть там таблица ордера, таблица аккаунта, таблица тарифы, есть там связки по foreign-ключам, ну и примерно так будет выглядеть эскольный запрос. То есть это select с двумя join'ами и с условием. То есть мы хотим, чтобы количество, то есть ордера было достаточно большим, то есть больше 100, не знаю, условных единиц инструмента, и чтобы их процент комиссии в тарифном плане был больше, не знаю, был больше 2%. Чтобы, да, мы сейчас подумали про запрос, теперь следующим шагом будет настройка схемы ваших данных, настройка размещения и колокации данных, исходя из ваших запросов. То есть понимая запросы, мы уже можем думать о колокации. Сразу стоит сказать про distributed join'ы. Distributed join'ы по умолчанию работают только тогда, когда ваши данные сколоксированы. Под сколоксированы я имею в виду то, что данные, на основе которых будут делаться join'ы, они лежат на одном и том же узле. То есть, предположим, у нас есть какой-то ордер с аккаунтом idx, и есть аккаунт с аккаунтом idx. Этот join' будет работать только при условии, что и этот ордер, и этот аккаунт лежат на одном и том же узле. Такой join' называется сколоксированным. Вообще говоря, вы можете задать флажок distributed join' true, но здесь вы делаете это, принимая все риски на себя, потому что такой join' безусловно сработает, но время исполнения такого join'а и промежуточное потребление памяти может оказаться существенным. Здесь также стоит добавить, что distributed join'ы могут работать только если мы join'им по индексированным полям. То есть, если вы, допустим, продумали все ваши запросы и понимаете, что вы никак не можете сколоксировать данные, чтобы все join'ы были collocated, возможно, некоторые join'ы стоит исполнять с флагом distributed join' true. Это нормальный путь. Есть клиенты, которые так делают, и это у них успешно работает в продакшене, но при этом работает долго, и они с этим окей. То есть, в случае, если performance операции не так важен, но важно, чтобы эта операция когда-либо была закончена, то, возможно, это ваш путь. Соответственно, давайте теперь, думая о коллокации, думая о нашем запросе, попытаемся сопоставить это все и придумать схему данных. У нас есть там жирная таблица ордеров, жирная таблица аккаунтов и небольшая таблица тарифов. Логичным решением здесь будет сколоксировать две самые большие таблицы. Сделать это можно, например, отметив поле account ID, которое является ключом коллокации, аннотация affinity key mapped. Благодаря этой аннотации affinity функция в Ignite будет считаться таким образом, что и ордера, и аккаунты с одним ID-шником, они попадут в одну партицию, и, соответственно, в случае использования одинакового количества партиций в двух кашах на один узел, поскольку affinity однозначно мапит партицию на какой-то узел с текущей топологией. Здесь есть сразу вопрос, что три таблицы нам сколоксировать не удастся, но есть преимущество, что табличка тарифов существенно меньше. То есть количество тарифных планов у нас небольшое, есть 50 разных тарифных планов. Поэтому, чтобы join стал колоксированным, хорошим решением будет сделать эту табличку replicated. Если табличка replicated, то любой join с ней сколоксированный, потому что на каждом узле есть все данные из этой таблички. То есть ордера и аккаунты у нас сколоксированы за счет того, что мы настроили affinity кеймаппинг, а аккаунты тарифы у нас сколоксированы в join просто потому, что тарифы – это replicated cache. И это более-менее такой подход, с которым клиенты, как правило, с Ignite и Скорли мы живут. То есть все, что можно, сколоксируйте, все, что нельзя. Выберите, что поменьше, и сделайте это replicated cache. И когда мы настроили нашу схему данных, подумали о запросах, самое время подумать все-таки о производительности, подумать о том, что еще можно подкрутить для того, чтобы ваши запросы работали еще лучше. Сразу стоит сказать, что Ignite поддерживает только упорядоченные B plus 3 индексы. То есть какой-то production-ready реализации хэш-индексов на данный момент нет. И возвращаясь к нашему кейсу, безусловно, ускорит join индексирование полей аккаунт-ID, тариф-ID. Collocated join могут работать по неиндексированным полям, но performance будет в этом случае так себе. Поэтому всегда старайтесь индексировать поля, по которым происходит join. Также способом ускорить исполнение запросов будет использование inline индексов, что на самом деле почти всегда в итоге делается в продакшене, если люди Ignite и Скорли используют. Пару слов про B plus деревья и про то, как хранятся данные в Ignite. Вообще говоря, B plus деревья хранят в себе только ссылки на объекты, которые уже лежат в page memory, в data storage. И получается, каждый раз, когда мы пробегаемся по B plus дереву для того, чтобы просканить индекс, мы делаем dereference. То есть мы понимаем, где у нас лежит data row, и мы идем по этой ссылке и поднимаем еще одну страницу с этим data row для того, чтобы понять, подходит ли там значение прииндексированного поля под наши условия. Это все можно ускорить, если вы будете использовать inlining индексов. Inlining подразумевает хранение значения прииндексированного поля прямо в индексном дереве. Это избавляет нас от необходимости делать dereference и ускоряет работу с индексами. Сделать это можно, например, так. То есть вы просто задаете при создании индекса inline size, и такое количество байт будет зарезервировано рядом с каждым entry в индексе. И если ваше значение прииндексированного поля туда влезет, значит работа с индексом будет работать чуть более эффективно. Ну, на мой взгляд, все основные принципы использования Ignite SQL я уже перечислил. Давайте теперь перейдем к четвертой секции, где мы поговорим про fine tuning, а именно про использование каких-то неочевидных параметров, которые позволят в вашем конкретном случае сделать работу с Ignite SQL еще лучше. Первое, что я бы тут упомянул, это такая опция, как query-параллелизм. Что такое query-параллелизм? По умолчанию каждый запрос, отдельно взятый запрос, исполняется на каждом узле только одним потоком. Это в целом может иметь неплохой эффект, поскольку узлов у вас много, и суммарное количество потоков в кластере может быть большим. Но это также можно ускорить. То есть для этого вы можете настроить query-параллелизм, и тогда каждое B-плюс-дерево будет представлено в query-параллелизм инстансах. По сути, это эквивалентно виртуальным нодам. То есть мы просто увеличиваем количество узлов, которые индексируют данные, и за счет этого запрос локально параллелится и работает чуть более эффективно. То есть преимущество здесь – это ускорение запроса, если он локально параллелится. Следующий недостаток – это overhead по сториджу. То есть так как нам нужно сделать больше инстансов B-плюс-деревьев, то ожидайте, что ваши данные будут занимать больше места. Следующая опция – это lazy flag. Большинство баз данных работают с запросами в режиме итератора. То есть когда мы делаем select, весь select не выгружается ни на какой узел, а просто создается итератор, который позволяет вам уже итерироваться по этим данным в самом базе и по необходимости подгружать все больше и больше данных. По умолчанию это не работает. Для того, чтобы это заработало, вам нужно поставить флажок set lazy. Если я правильно помню, его можно поставить либо как параметр gtbc соединения, либо как флаг при создании запроса через Ignite API. Кстати, упомяну, что через SQL можно работать как через какой-то SQL line, просто подключившись по gtbc соединению, так и через Java API тоже, предоставив запросы в текстовом виде. Соответственно, если вы ставите set lazy true, то ваш запрос начинает исполняться в ленивом режиме. Есть здесь небольшой риск с тем, что такие все курсоры, которые используют ленивые запросы, надо закрывать, иначе они могут вам подвесить, например, стоп этого кэша. Но в целом это основной подход, который я вам рекомендую использовать. Соответственно, по мере необходимости результаты запроса будут загружены на редюсер узел в батчевом режиме. Сразу стоит понимать, что set lazy не поможет вам в случае, если у вас в запросе есть блокирующий оператор, если у вас есть order by или group by, то все равно для того, чтобы начать отдавать первые результаты запроса, вам потребуется все промежуточные результаты загрузить, их там проагрегировать и уже начать с ними работать. Следующий поинт – это то, что агрегирующие функции, такие как order by, они по умолчанию рассматриваются как не сколоцированные. Не сколоцированные, то есть представим ситуацию, когда вы исполняете какой-то group by, данные есть на многих узлах, и по умолчанию именно редюсер узел, то есть один узел в кластере будет исполнять всю группировку. Если вы заранее понимаете, что у вас join сколоцирован, вы можете также флажком в gdbc или в gcash API передать set collocated true. Его стоит читать как set collocated group by, на самом деле. Он как раз поэффектит исполнение group by запросов, и в этом случае коллокация будет исполнена сразу на маппер-узлах, что валидно, поскольку все необходимые данные для агрегации уже доступны на маппер-узлах. Под маппер-узлами, я понимаю, все узлы, которые участвуют в запросе, так как запрос сколоцирован, и какого-то взаимодействия между узлами для группировки не потребуется. Итога. Если вы понимаете, что ваш join, прошу прощения, что ваш group by сколоцирован, используйте set collocated флажок, и перформанс вашего group by ускорится. Также расскажу про одну property, которая может быть скрытой и неочевидной, но, тем не менее, с чем вы можете столкнуться, обо что споткнуться. По умолчанию, агрегирующие функции поддерживают до 10 тысяч различных ключей, по которым происходит агрегация. Поэтому, если вы понимаете, что, возможно, group by вы будете делать по большему количеству ключей, то вам стоит изменить соответствующую property ignites call merge table max size для того, чтобы все ваши результаты влезли во временную таблицу. К сожалению, эта property не может быть поменена динамически. Она должна быть статически засетана на старте узла. Поэтому имейте в виду. Следующий поинт, и как раз связанный с оптимизацией запросов. Так как используется оптимизатор H2, он может быть не совсем в курсе, в каком порядке эффективнее join таблицы. Поэтому есть способ задать это ему в ручном режиме. Вообще, в Ignite по умолчанию поддерживается только nested loop join. В grid games E есть hash join, но они в экспериментальном режиме. Есть набор замечаний к ним, которые заведены задачи. Здесь рекомендация – это делать explain plan. И если explain plan вам не понравится, то советую использовать set and force join order, который позволит вам join таблицы в порядке упоминания их запроса. То есть в каком порядке таблицы появляются, соответственно, именно в этом порядке Ignite будет их join. Мы закончили четвертую часть. Давайте перейдем к развязке. И последнее, о чем хотелось бы сказать, это эволюция схемы данных. Здесь, на самом деле, у меня только одна мысль. Просто я считаю критически важным ее проговорить, поскольку слишком много людей, которые в продакшене пытались использовать Ignite и Сколь, в это встряли, и в итоге им в срочном порядке потребовалось как-то возникшее недоразумение оттушить. Вкратце, никогда не меняйте тип данных у колонок вашей таблицы. Если вам потребовалось там… Если вы хотите сохранить имя колонки, но хранить ее под другим типом, например, там был int, вы решили использовать varchar, то у вас не получится сделать это в рамках этой колонки, потому что это не совсем соотносится с binary схемой данных, в которой на самом деле Ignite хранит у себя данные. Binary схема, как бы аишник binary схемы формируется как хэш от имен и порядка полей в binary объекте. Если вы поменяете тип, то хэш останется точно таким же, потому что… Ну, по сути, хэш не поменяется, да? То есть все имена останутся теми же самыми. Сразу стоит заметить, что такие операции, как add column, drop column, они на самом деле до вашей данной эффектить не будут. То есть все, что вы сделаете, это вы просто поменяете ваше, так сказать, query entity, то есть ваше представление о таблице, которое… Ну, по сути, поменяете визуализацию данных, если вы там сделаете select, если сделаете select звездочка. Но binary схема данных останется точно такой же. То есть поэтому не стоит ожидать, что если вы сделаете drop column, drop column, то вы высвободите какое-то количество вашего места, как раз место останется тем же, просто колонка перестанет быть видна. И как раз именно поэтому add drop column вам все равно не поможет изменить тип филда вашей таблицы. Поэтому вот только recreate таблицы вас от этого спасет. Либо заведение нового филда уже под другим именем. К сожалению, пока вы гнаете, нет для этого какого-то workaround. Ну, то есть workaround – это просто… Ну, да, то есть вы даже не можете удалить уже собранную информацию о байнере типах данных, поскольку ваши данные станут недоступны. Ну, то есть просто избегайте этого. Вот. И давайте просуммируем всю информацию, которая была в сегодняшнем докладе. Если говорить вкратце, то Ignite SQL не стоит рассматривать как универсальную и хорошую для всех случаев базу данных. То есть не стоит думать, что это Oracle, но распределенный. Но стоит понимать, что если вы заранее подумаете о ваших запросах и настроите коллокацию конкретно под ваши запросы заранее, то Ignite SQL вполне способен показать довольно приличный перформанс, который будет также подкреплен другими Ignite фичами, вот такими как Durable Memory и хранение данных в памяти. В целом это все. Большое спасибо за внимание. И сейчас я и Тарас будем готовы ответить на ваши вопросы. Иван, спасибо. Коллеги, у нас есть уже три вопроса. Я надеюсь, что будет больше. Давайте начнем пока с того, что у нас уже есть. Значит, вопрос от Владимира. Есть ли пример эффективной загрузки данных в кластер посредством GDBC драйвера через Ignite SQL Palc Insert? Если да, то какая производительность? Так, ну здесь, смотрите, что касается более эффективной загрузки через GDBC, я подсказать не могу. Возможно, здесь Тарас подскажет. Ну, соответственно, как бы да, у нас есть эти, так называемый, стриминговый режим для GDBC. Вот. А, значит, по сравнению производительность с Ignite Data Streamer, я, честно говоря, не помню. Наверняка можно... По-моему, это мерили как-то, можно, наверное, поднять вот эти данные. У меня их в голове, к сожалению, нет. Вот, разумеется. А еще раз, простите, а про какой драйвер говорили? Просто о GDBC или там тонкий толстый. Владимир, уточните, пожалуйста, если есть возможность. В принципе, я думаю, что можно написать на юзер-лист, да, и тогда там как раз коллеги из секунды. Ну, просто вот если говорится о GDBC V2, который реально поднимает как бы Ignite-овскую ноду под собой, клиентскую, да, то там будет производительность сравнима со стримером просто, ну, с Ignite Data Streamer. Вот. Ну, тонкий GDBC – это еще один как бы сетевой хоп до ноды. Ну, да, речь просто про GDBC. Хорошо, спасибо, Тарас. Так, вопрос от Рустама. Если в существующий кэш в Entity Class добавит новые поля, которые помечены аннотацией Query SQL Field, индекс равно True, эти поля должны автоматически стать доступными для SQL-запросов или нужно добавлять поля индекса вручную? Смотрите, использование аннотаций вам позволяет, на самом деле, в момент конфигурации кэша просто избежать композиции Query Entity. То есть вы просто пишете Cache Configuration, Set Indexed Fields, передаете туда ваш класс ключа, ваш класс значения, и в этот момент именно строится Query Entity на основе ваших аннотаций. То есть если вы поменяете ваши аннотации после этого, то не стоит ожидать, что ваша схема данных изменится. Это просто упрощает конфигурацию кэша. То есть для изменения схемы уже в процессе работы вам стоит пользоваться делем, то есть делать add column, drop column и так далее. И второй вопрос от Рустама. В конфигурации кэша можно указывать несколько пар классов в методе Set Indexed Types? И для чего это возможность? Это точно можно сделать через Query Entity. Вообще SQL-таблицу стоит рассматривать как проекцию кэша на пару конкретных типов. В целом вам ничего не мешает сделать несколько проекций, то есть сделать несколько пар ключ-значений. В этом случае у вас будет несколько SQL-таблиц, привязанных к одному кэшу, и данные пересекаться не будут. Для чего это сделано? На мой взгляд, если честно, этой возможности вполне можно было бы избежать. То есть, по крайней мере, у нас в Ignite есть кэш-группы, и есть возможность делать разбивку. То есть делать в одной кэш-группе несколько кэшей, а в рамках одного кэша уже делать ровно одну таблицу. Я бы рекомендовал использовать так. Я думаю, такая возможность предусмотрена по историческим причинам для кейса, как раз когда кэш-групп еще не было. Спасибо. И вопрос от Михаила. Когда ориентировочно появится возможность менять таблицу на лету? Не совсем понимаю, что значит на лету. В целом, уже сейчас можно пользоваться DL для того, чтобы менять схему данных. То есть вы сможете добавить новую колонку вполне себе на работающем кластере. И это более-менее сработает. То есть вы можете подделать это под нагрузкой. Вопрос от Сергея. Правильно ли я понимаю, данные хранятся одновременно и в H2, и в кэше. Как обеспечивается консистентность запасти в кэш и в хэш-2? Хэш-2 является участником двухфазной транзакции. И знает ли планировщик запросов в хэш-2 о B3 индексе, реализованном в Ignite? Не совсем так. Данные в H2 Store не хранятся. То есть, по сути, в Ignite есть такой вот немножко разделанный H2, как раз для цели парсинга запросов и оптимизации запросов. Данные всегда хранятся в Ignite, они хранятся в Page Memory. И, соответственно, индексы сами реализованы на основе Ignite'овских B плюс деревьев. То есть мы просто подсовываем H2 в качестве storage, Ignite'овский storage. Поэтому проблемы консистентности тут нету, так как данные хранятся только в одном месте. Что касается оптимизации запросов, то здесь мы как раз полагаемся на H2, как ни странно. То есть данные хранятся... То есть мы просто H2 подсунули storage. Этим storage является локальный data storage Ignite'а. А так в целом все работает на H2. Надеюсь, что ответил. Сергей, это ответ на ваш вопрос или есть еще какие-то дополнения? Напишите нам, пожалуйста, если это так. Да, спасибо, Иван, ты ответил на вопрос. Коллеги, еще какие-нибудь вопросы у вас есть? Да, вот появился вопрос от Ильи. Будет ли возможность создать SQL-схему для кэша, в котором уже есть данные, но при создании кэша не были заданы query entity index types? Я понял вопрос. Не знаю, я бы предположил, строгого ответа не знаю. Нет, честно говоря, я сам не уверен в этом кейсе. По-моему, нет. Я не знаю, сработает ли create table, если мы... Нет, create table всегда создает... Ну, то есть он пытается создавать новый кэш. Ну, видимо, в этом случае ответ нет. Потребуется перезагрузка данных в отдельную таблицу, под отдельным кэшом. Возможно, это можно обойти с помощью снапшотов в grid gain. Там, на мой взгляд, была возможность восстановить снапшоты, немножко изменив кэш-конфигурацию. Вот тогда вы можете уже там новую кэш-конфигурацию просунуть к варентите. Вопросов Владимира. Пример использует пользовательские podge для описания строки данных в таблице. Это значит, что podge должен находиться на дата-нодах в виде нестандартного файла jar. Есть ли примеры описания строки через binary object, чтобы на дата-ноде нестандартным был только конфиг XML? Смотрите, если я правильно понял вопрос, вообще данные хранятся в Ignite через binary формате, который вообще не требует для хранения данных присутствия вот этого podge в ClassPass. Вы вполне можете инициализировать вашу таблицу с узла, где этот класс есть, и, соответственно, данные могут храниться на остальных узлах, даже если там этого jar нет. Но для того, чтобы сделать get, вам снова потребуется этот класс в ClassPass, иначе у вас будет класс NotFalloutException. Но это можно обойти, например, с помощью витки binary. Если вы сделаете витки binary, вы все равно сможете get, запрашивать ваши данные с кэша, даже если локально у вас нет класса, они просто вернутся вам в binary формате.